Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджумаханов. Правительство поможет бизнесу в период пандемии. Для этого Государственной комиссии по восстановлению экономического роста сформирован план мероприятий, включающий 43 дополнительные меры по поддержке сферы. В частности, речь идет об упрощении закупок и развитии казахстанского содержания. Также в стране намерены расширить возможности финансирования лизинга, сельскохозяйственной техники и рефинансирования кредитов. Для улучшения условий введения бизнеса правительством постоянно совершенствуется законодательная база. Так, ранее Сенат принял восьмой пакет законодательных инициатив по вопросам улучшения бизнес-климата. Благодаря вносимым поправкам предпринимателям станет легче вести свое дело. К примеру, упрощаются процедуры по выдаче земельных участков с архитектурно планируемым заданием, топографией и техническими условиями. В рамках подключения к электрическим сетям предусматривается внедрение одного окна. В результате принятых мер Казахстан вошел в прошлом году в топ-25 стран рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Доля малого и среднего бизнеса ВВП выросла почти до 31%. План мероприятий, включающих в себя меры поддержки бизнеса, составлен по итогам обсуждений с предпринимателями всех регионов. Поэтому реализация всех озвученных мер придаст импульс дальнейшему развитию предпринимательства, будет содействовать улучшению бизнес-климата и позиции Казахстана в рейтинге. Поручаю государственным органам и акиматам регионов обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий. Обсудили участники селекторного заседания и тему касательно подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году к отопительному сезону планируется отремонтировать 8 энергоблоков, 59 котлов и 44 турбины. В целом подготовительная работа к предстоящему осенне-зимнему периоду ведется активно. И дефицита угля не ожидается, доложили главек обмина. Поручаю акиматам регионов усилить меры по качественной подготовке к предстоящему отопительному периоду. Своевременно завершить все запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность к отопительному сезону всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы. Также необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен на топливо. С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел поздравил на своей официальной странице Аким Алматинской области Амандык Баталов. Глава региона отметил особую роль полиции в нынешних реалиях и поблагодарил их за столь важный, порой опасный труд и самоотверженность. В своей ежедневной работе рискуя своей жизнью и здоровьем, полицейские ЖТСУ всегда с честью и профессионализмом выполняют свой долг. Вы посвятили свою жизнь нужной и ответственной профессии, охране общественного порядка, спокойствие страны, безопасность ее граждан и борьбе с преступностью, сказано в сообщении Акима области. Субтитры создавал DimaTorzok Впервые в истории полицейские Казахстана не отмечают свой профессиональный праздник торжественным парадом, собраниями и концертами. Всему виной пандемии коронавируса, которая внесла свои коррективы в календарь праздничных дат. Главный страж порядка края ЖТСУ Серик Кудибаев в этой праздничной день находился на видеосвязи со всеми районными и городскими подразделениями. Согласно праздничного приказа за профессионализм, высокие показатели служебной деятельности, почтены свыше 650 стражей порядка Алматинской области, а также 44 родителям полицейских вручены благодарственные письма. 63 стражей порядка награждены грамотами, а 428 кандидатов получили свои офицерские погоны. Поощрили стражи порядка и материально, денежные премии получили более тысячи сотрудников. К другим темам. Более полутора миллиарда тенге вдохнут новую жизнь в реализацию 45 проектов в Сарканском районе. В рамках программы «Дорожная карта занятости» свыше 400 жителей районов нашли работу, 214 из которых через центры занятости. Ходом проводимых работ интересовался наш корреспондент. Дом культуры села Карабагет не видел основательного ремонта с начала своего открытия 1973 года. Благодаря «Дорожной карте» в здании проводится поэтапный капитальный ремонт, на который выделено свыше 215,5 миллионов тенге. Представитель подрядной организации «Богалы» «Лаколь» заверяет, что демонтажные работы уже завершены. Теперь работа пойдет быстрее. Преобразится и прилегающая территория сельского дома культуры в 2000 квадратных метров. В рамках благоустройства проведут озеленение и асфальтирование дорожек, разобьют досуговую зону. В капитальном ремонте зданий задействовано 29 рабочих, трудоустроенных через центр занятости. Благоустройство – это брусчатка около 600 квадратов, озеленение около 1000 квадратов. И там асфальтные дорожки. Сроки пять месяцев – начало стройки первого июня, а окончание 1 ноября. В самом центре Саркана полным ходом идут работы по благоустройству девяти дворов многоэтажного сектора. Здесь с 90-х годов прошлого столетия пустовало около 70% квартир жилых зданий. В 2015-м в дома провели теплоснабжение, отремонтировали инженерные коммуникации, а пустующее жилье районный Экимат раздал нуждающимся семьям. В нынешнем году и территория многоэтажек предстанет перед сарканцами в обновленном виде. Вместо пыльных придомовых площадок – асфальтированные дорожки и тротуары, игровые и парковочные зоны. С республиканского бюджета были выделены 178 миллионов тенге. И подрядчикам теплоремстрой активно ведутся работы. Срок окончания 30 августа. Каждый день контролируем. Здесь также жители сами тоже контролируют, смотрят за ходом строительства. Благодаря дорожной карте на этом объекте задействованы 26 сарканцев, привлеченных через центр занятости. Также районным отделом ЖКХ проводятся работы по реализации еще трех проектов. Это текущий ремонт водопроводных сетей в селах Алмалы и Лепсы, а также центральной котельной саркана. Она отапливает все бюджетные организации города, в том числе большую часть многоэтажного сектора. Сам объект был сдан в эксплуатацию пять лет назад. Но по нормативам капитальный ремонт стратегически важного объекта должен проводиться каждые три года. Сейчас в котельной проводится ремонт. Здесь проходит замена труб на трех котлах, общей протяженностью более 8 тысяч метров. На ремонт выделено более 55,5 миллионов тенге. Работу проводит алматинская компания «Азиоэнергопроект Монтаж». В работах по ремонту участвуют 16 человек, 8 из которых по дорожной карте занятости. Срок окончания ремонта – 30 августа. До 15 октября нам нужно сделать еще пробные запуски, испытать котельную. Дорожная карта занятости помогает развитию аулов. На двух центральных улицах поселка Якеаша развернуто строительство 10 километров дорог, 7 из которых планируется заасфальтировать, а на 3 километрах появится гравийное покрытие. По окончании дорожно-строительных работ, намеченных на первую декаду сентября, местные жители забудут про ямы и ухабы. В этом году было запланировано в селе Якеаша средний ремонт дорог, улиц на 170 миллионов тенге. Подрядная организация ТО «Теплоремстрой» на сегодняшний день привлечено 42 человека. Из них 50%, 21 человек привлечены через центр занятости, местное население безработное, непосредственно с этого населенного пункта. В целом, в этом году по Сарканскому району на ремонт дорог выделено 655 миллионов тенге. На 22 километрах автомобильных путей проведут средний ремонт, а на 40 километрах трассы – текущий. Евгения Присяжная, Мадиба и Басынов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова